Раз, 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 раз. Frame syncoded, drop. Ну, я не знаю, ребята, вы сейчас меня видите, не видите? Зайду на чат. Зайду на чат. Посмотрю то, что у вас здесь не будет. Да. Ребятушки, ребятушки, здравствуйте. Я знаю, вас здесь нету, скорее всего. Но если есть, то пишите, пожалуйста, в этот. Куда-нибудь пишите. В чат пишите, в стим пишите. Я вам сейчас расскажу, что произошло. Что там, эфир пошел? Какой? А, был конфликт. Вы меня смотрите уже, да? Я не знаю, просто не вижу. Потому что интернет самый лучший. Самый-самый лучший, ребята. Самый прекрасный интернет. Я вам сейчас расскажу, что это такое. Вот. По поводу интернета. Куда же без этого. Я знаю, у меня было сотня зрителей. Я был счастлив практически. Вот. А потом... Маус, держи большую, сочную. Ну, вот это, короче, фейл на самом деле. Ладно. Я вас еще раз прошу... Покидать ссылку друзьям, если кто-то смотрел. И все остальное. Я сейчас захожу обратно на сервер. Вот. Нет. Все идет. Все идет. Сейчас я теперь расскажу все. Я... Ммм... Да, думаю, запись уже и так идет. Ага. 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 Так. Вот. Теперь по теме... Что такое интернет, ребята? Интернет, это вот, собственно, через что мы сейчас общаемся. Это понятное дело. Это то, что у некоторых стоит... На главном месте... Перед учебой. И перед девушками и прочей нечистью. Понимаете? Вот. Да-да-да. Вот. Вот что важно. Интернет для некоторых самое важное, что есть вообще в мире. Не для меня, конечно, но... Во время трансляции, да. Я... Я... Я сейчас... Вы сейчас просто посмотрите картинку. Я прокомментирую ситуацию. Я очень злой сейчас просто. Вот в чем дело. И... О чем я говорю? Значит... Такая ситуация. То есть я стремлю... Тут обрывается все это дело. Прощайте, моя слава. Прощай, моя известность. И... Которая и так было... И так равнялась практически нулю. Вот. Все это накрывается медным тазом. Я злой, как черт, начинаю звонить в техподдержку. Очень злой. Готов материться. Обругивать их. Говорить о том, что это дерьмовый интернет, и я его больше не буду подключать. Билайн мой. Вот. Но... Получается так, что... Когда я вешу на проводе 6,8 минут. Из-за чего у меня создалось впечатление, что вешу я для того, чтобы я успокоился. Типа, чувак. Нет. Никто никогда не дозванивался в техподдержку с первого раза. И без ожидания. То есть сиди и жди. Ну я такой, ну ладно. Дождался эти 8 минут. Пытаюсь перезагрузить комп. Включить, вытащить сетевой комп. Кабель. Вот. Дозвонился и там, здрасте, бла-бла-бла-бла-бла. Я понимаю, что я не могу на них кричать. Мне не позволяет мое воспитание. Я такой, да, здрасте. Да, пропал интернет. Да, да, такой-то адрес. Такой-то. Зарегистрирован. Вот, вот, вот. Да, вот. А, неполадки в сети. А? Ориентировочно 11 часов. Понятно, понятно. Где стрим? Вот стрим. Почему? Вот. Стрим-то идет. Ребят, напишите. Стрим-то идет. Пока я тут вещаю. Ну вот, о чем это я? Здесь у нас прекрасная атака в исполнении по-прежнему. ХС. Вот. Ну, ладно. Френдлист я отключаю тогда. И о чем он там? Ну вот, значит... И ты понимаешь, что в этот момент, когда тебе это диспетчерша говорит, да-да, вот в 11 часов включат ориентировочно. Но вы понимаете, это ориентировочно, так что не факт, что включат. И ты такой, опа, прыжок на 13 очков оформлено. И ты такой, да-да, хорошо, да, спасибо, понимаю. Возможно, это мое воспитание. Возможно, вы орете, материтесь, заблевываете, вот, в отличие от этого толстяка, вот, диспетчеров. Я не знаю, я не могу это сделать. И еще самое смешное понимание от того, что то, что я на нее накричу, буду ругаться, требует начальство. Хотя, какое начальство? Это интернет-провайдер. Ну, дозвонюсь я до директора. Здравствуйте, у меня пропал интернет, я плащу вам деньги, сделайте что-нибудь. Вот. Нет, это все не имеет смысла, вы понимаете? Да, в том-то дело. Так же, как не имеют как-то... Ребят, вообще идти вперед собирайтесь. Ну вот. И еще проблема в том, да, заходите на Гудгейм, если можно. И что она в любом случае тупо ничего не может сделать. Это диспетчер, она может позвонить на часть и сказать, да, туда-туда, типа, вот, пропал интернет в таком-то районе. Так же, как сейчас должен пропасть гром, под которого шикарно плюнули. И нет, гром не пропадает, в отличие от твоего интернета. Он практически сбивает все КП с Клера, так что он молодец, в отличие от моего билайна. И вот хуже всего это вот понимание, ну, адекватное понимание того, что эта тетка такая, ну, взяв трубку сразу, не после 8 минут ожидания, а сразу же, она этого не будет. Я сейчас расскажу, как, кто, чего не будет. Она такая, да, алло. Что? Пропал интернет? О, господи! Василий, Василий, Игорь, Ибрагим, бежим скорее! У Мауса пропал интернет! Что же вы сидите? Скорее! Вызывайте машину! Вызывайте монтеров! Стрим же пропадает! Понимаете? Человек стримит! А интернета нету! О, господи! Это так ужасно! Мы приносим свои извинения! Возможно, вы согласны вознаграждение какое-то в виде морального ущерба принять в виде денежной суммы. Ах, я позвоню, я увольняюсь из этой компании, я не буду здесь работать, это, это ужасно, это настолько мерзко. У людей интернет отключает. Понимаете? Этого не будет. Все, что надо сказать, извините. Ее уже ждут другие такие же злые пользователи, как и я. Только которые, может, нашли все силы, чтобы поматериться. Тут, кстати, добивает команду Камшот. Я вижу, я немного чего пропустил. Вот, но у них по-прежнему есть шанс. Они хоть и проигрывают, но шанс есть. Вот в чем проблема. Проблема, наверное, моего воспитания все-таки. Вот. А, чтоб народ перебежал. Ну, возможно. Так что уж меня простите. Точнее, простите за то, что это мой интернет. Вот, кстати, мои два главных фаната. Шок и Димаха вообще. Вот самое главное. Да. Я так понимаю, что... Даже если бы я был... Кем? Я бы сказал Максим Галкин, но это мерзкое противоестественное. Поэтому... Если бы я был президентом, да. Вот. Страна бы лежала в разрухе, была бы анархия. Но, думаю, у меня бы был бы интернет. Вот. Не знаю, серьезно. Но это настолько смущает. Почему нет таких бесперебойников интернета, как есть бесперебойники питания? Я готов лично высыпать туда биты и байты для того, чтобы... Аааа... Да. Сейчас. Худ. Нормально окно заработает. Вот. Для того, чтобы у меня был интернет. Чтобы в свое время, когда интернет обычный выключится, мой бесперебойник такой... Еще... Причем музыка какая-нибудь приятная играла бы. Вот. Не та приятная, которая... Ааа... Которая вот играет, когда я жду 8 минут звонка. Вот. Реально приятная музыка. Что-нибудь там, не знаю, из Вивальди. Если вы знаете, слушаете Вивальди. Накроняк Чайковского. А не та богомерзкая музыка, которая играет... Аааа... Пока я жду, пока мне... Объяснят о том, что они ничего не могут сделать. С моим интернетом. И то, что он пропал, он пропал. Все, ты ничего не исправишь, Маус. Вот такие дела, собственно, ребят. Вот так вот все печально. Есть заблев. Ребята начинают подниматься наверх, пока атак не было. Это связано с тем, что сейчас будет попытка минуса в исполнении грома. Ему также будет помогать Кура, который попытается вытащить выживших из лифта. Вот. Из лифта. Из лифта. Допустим. Из элеватора. И подтащить языком. Вот на эту точку. Дабы... Да, там дна нету, не волнуйтесь. Дабы гром взял и попал выживших. А не то, что вот этот парень не исполнил. Атака не удалась, как вы видите. Панику персонажа. Вот. Что вам еще сказать? Все идет? Я не знаю просто. Фпс у меня 20. То есть показано, будто бы все транслируется. Есть заблев. Ну же. Ну же. Где же... Где же наш арьер гард? Где наша кавалерия? Калейки какие-то. Серьезно. Похоже, мой интернет милосердно намекал то, что, Маус, не надо стримить это. Дабы ты это понял, я выключу. Я выключусь. И включусь, когда ты поймешь, что это не стоит твоих усилий. Я такой, нет. Я позвоню в техподдержку, и они все исправят. Вот. Ну и похоже, интернет сдался. Вот. И я продолжаю стримить. И я, похоже, когда я зол, мне лучше получается шутить. Вот. Пошел танк. Гром не попадает. Меня снова порогали за то, что я очень громко разговариваю, но что ж поделать. Поэтому надо начать клянчить деньги. То есть там, ну, если вам не жалко, пожертвуйте на Яндекс кошелек по 1000 рублей за каждый стрим. А я куплю себе новую квартиру с звуконепроницаемыми стенами и буду там стримить. Круглые сутки. Лев ФД 2Д, Лев ФД, Лев ФД 2. Ну и прочее. Лев ФД 3Д. Специально объемные фигурки вырежу. Вырежу. Вот. Нас здесь танк. И так как, понимаете, серьезной трансляции уже не будет. Хотя шучу. Конечно, я постараюсь. В отличие от охотника, который даже не старается попасть. Вот. Это не моя звуковая карта полетела. Это гром и молнии с неба в честь компании Hard Rain. Не зря же она Hard Rain называется. Танк старается подойти. У него 600 хп осталось. К тому же танк бот. Его убивает. И все. Бонус хорош. По-прежнему. Вот. Стримить Kings Bounty. Возможно. Я подумаю над этим. Это настолько прекрасная игра, что я думаю, я соберу все своих 20 зрителей, которые меня любят, и буду их стримить. Вот. Еще раз напоминаю. Извините, что трансляция вначале прервалась. Поэтому у меня сейчас нет возможности. Не включить музыку. Не поставить голую девушку на картинку. Хотя вот, не убить так же красиво охотника на ходу. Кура пытается... Да, Кура, кстати, почти красиво подвесил Ника. Но в итоге ребята отбились. Снова отбились. Несмотря ни на что. Мерзкий хайскилл. Как же я их ненавижу. Шутка. Вот. Разрыв практически в два раза. Кто-то, кто умеет читать. Вот. Даже, возможно, не знает, кто такие на самом деле ХС. Но кто умеет читать. Вот. Они начинают понимать то, что, возможно... Сейчас. Вот. Начинают понимать то, что на самом деле... У кампшотов мало шансов. И они проиграют. Вот. То есть... ХС для кампшотов станет... С таким... Контрацептивом на пути к победе и... В турнире. Будем умно шутить, что ж тут. Господи, как же я тебя включить. Ах... Ладно. Если кто... Смотрел вчерашнюю трансляцию, дорогие друзья... То, пожалуйста, напишите в чат... Дорогие 13 зрителей, которые сидят в чате. Какой у меня был бинт. Иначе просто худо вот этого... Он будет реже появляться. Потому что он очень дорого берет. Он... Понимаете... За каждое свое выступление он по 10 рублей с счета снимает. Мобильного телефона. На котором и так нет денег. Вот. Я знаю. Не смешно. Шучу, возможно. Но... Опять же. Где вас видели веселых шутников в России? Возможно, только Путин с медведем, которые... Ну, там, обещания дают и прочее, прочее. Я знаю. Я... За мной уже выехали. Кодовые слова прозвучали. Так что смотреть вам меня осталось недолго. Ну, да ладно. Я надеюсь, вам будет весело, как минимум. Вот. Разрыв, конечно, печальный. Но по-хорошему, по-хорошему шанс есть. Если донести хотя бы в общей сумме за карту 1200, то те 600 очков, которые останутся, они будут отыгрываемы хотя бы. Вот чем проблема. Проблема в хайдскиллах. Это очень сильная команда. Которая я предвещаю, как минимум, полуфинал или же финал. Хотя я больше фанат X-Team или тех же имперцев. Пошла атака. Жаки взяты. Отлично тончит гром. К тому же заблеваны... Двое других игроков, но... Эти сволочи не теряются. Похоже, такое чувство, будто бы и заблёва-то у них нету. И спокойно перебегают и убивают грома. Возможно, у них есть такая читерская штука, как TeamSpeak. Или Skype. Ну, или где они ещё могут там общаться. Тогда они просто могут радостно вещать о том, где же их едят. Вот. Нет, ну настоящие ХС игроки, когда играют, они не пользуют... В смысле, хайскилл, в смысле... Высокого уровня игрока. Эти тоже настоящие. Это не двойники Юры Шатунова, то есть они по-настоящему настоящие. Вот. По-настоящему. Ладно. О чём это я? Ну так вот. Игроки высокоуровня играют без TeamSpeak. Отличная работа с ЖКМ, кстати. Что? А как тренер умер? Тут прекрасно работает и ЖКМ, и...